Вот у нас сегодня 29 сентября 2023 года. Пятница. Время у нас 42 минуты второго. Мы победили. Вот Игнать Тихонович тут зашивает мешки. Игнать Тихонович, а что вы их расстелили тут? Как сказать-то? Ну вот, смотри. Это я отрезаю иголку. Потом я вот так на конце сюда раз одной рукой сразу завязываю узелок. Все. В дорогу когда мы ездили, по странам, везде у кого пугов катается, где что-то я починяю. Мне надо было поваром, не поваром этим, в отеле работать. Вот смотри. Ну видно, что дыра. Да даже дыра-то большая. С той стороны-то тоже дыры. Я только тогда подумал, мешки по 50 килограмм, а мы два бедра там. Кого у нас? Поэтому я ее загнул. Дыра-то осталась. Вот она и я. А я вот это теперь прошиваю. Иголкой туда-сюда. Все. Прошивайте вручную, Игнать Тихонович. А? Вручную прошивайте. Все вручную. Все. А у меня машинки нет. Вот она. Дыра. Я ее зашил. А тут картонку ставлю, чтобы не соединить. А она вот она. Там, внутри. Вот здесь вот она. Дыра. Здесь две дыры. И с этой стороны дыры. Я их закрыл дыра дырой. Прошиваю. Все. А теперь-то смотри. Картошки-то. Столько не было. Вот она. До этого дошла. До этого нету. А отрезать ее она будет лохматиться. А если их просто выбросить, а новую купить. А мы молимся. Господи. Научи меня жить экономно во всем. По каждый день. Вот как-то молодые спрашивают. Вы сколько лет с бабушкой прожили? Ну сколько. Да почти 70 лет. А как так? Ну знаете, дети. Говорят, мы жили в то время, когда старые примусы, которые сломаются, не выбрасывали, а ремонтировали. А вот все характери мне сошлись. И то, другое. Сидят, спорят. Он говорит, с собакой взяла. Первое место по городу. А не первое, а второе. Я говорю, первое. Написано. Я сказал, второе. Развод. И смещенников приходят и говорят, мы характери мне сошлись. Мнения разные. А в то время не выкидывали. Теперь смотри, сколько лет лежит. А тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять мешков вернул к жизни. А они уже выброшены были. И главное, дал одному человеку. Проходит время сколько? Ничего нет. То болеет, то еще что-то. Я говорю, три руки найди. Вытаскивай, как просто. Я говорю, что делаешь? Ну, на заплатку-то вот какая она нужна-то мне. Ну, вот она видна. Заплатка-то. Сколько здесь? Ну, пять даже сантиметров. Берет прям настоящий халат, в котором крещение надо было, или простынь. А от нее отрывать, отцелывать. Ты умею или нет? У меня одеяло, под которым я сплю. Простыни, трусы, все в заплатах. Как-то здесь вот сидели. Ну, расползает на рубах. Я Надежда Васильевна, да, говорю, надо починить-то. Она говорит, иголку-то с собой. И она во что ватула, она все с собой тянет. Эта рубаха, говорит, накал 30 лет у тебя уже. Ну, тут уж никак. Она расползлась на меня. Очень не люблю, чтобы... А если... Ну, бывает, подсунут. Подсунут, кому-то отдать. Вот теперь, Мишкина, мы не будем деньги тратить. И в любом вопросе вот так вот. У меня жена прозвала великий экономист. И в дрова, и в уголь. Вот, допустим, 13 градусов, там 10, 7 градусов тепла терпимо. В ведро в газ экономил. Вот так вот и есть. Как-то уголь привезли, а я замерил его. В виде вудельный вес знаю. Смотрел, полторы тонны нету. Я взял статью, написал в газету. И вот сколько полторы тонны стоит, столько мне за статью заплатили. Не знаю про уголь. Но я так написал, литературно, что касается тех, которые работают. Вот во всем надо быть экономным. Потому что ягоды где-то, они уже, ну, как бы не поспел. Уже половина раздавленная. А я каждый день их беру и ем к аренду. Вот куда ни посмотри. Вот это вот сделало, денег платить не надо. И всякие брошенные, маленькие, все. Эта клетка у меня для голубей, для кошек. Другая есть еще где-то. И вот посмотришь, у меня какая посуда, там все. Ложка. Вот мы еще ложку нашли. Сейчас я покажу. Нашли ее где-то закопанная. Ну, не знаю. Я ее сразу Володе не дал и говорю, вот это. Смотри. Она такая, я очистил я ее. Она как бы черная, серебристая. Как будто из серебра. А эта у меня хорошая. Я стал то единственное, как эта. Очистил ее, светил. Вот она. Дальше она уже никак. Вороненая стала. А? Вороненая, вороненая. Ну ищу-то какое было. У меня нож был переплетный. Он с одной стороны затащивается. и затачиваться так полукруг в бумагу резать дал это надо было шкурить березы было нету кому давать тот говорит нету но ты мне же не вернул его нет и прошло уже три года и прямо на самой дорожке стою смотрю лежит вот так вдавился в землю тут машина ездила туда-сюда а он острый он делается из такая пилка которая железо пилит рельсы перепилы толстая необыкновенно вот как бывает где-то продают она слабенькая а это лежит ну ручка такая ничего нету железо одно как же ручку это делать я подошел у меня шланг какой-то лежит толстый такой толстый просто я примерил сколько надо отрезал он с трудом туда вошел и ручки никуда не спадывает вот одно к одному все время такое идет даже не выскажешь он берет молоко там нет если сметана есть он покупает иногда и молоко я есть не буду я не платил обойдусь а здесь сказала хозяйка которую вы нам дали вот то то а я даю вам вот это ну или когда я выход был сколько за за день 500 рублей кажется и игру полторашка молока вот это молоко я беру потому что заработанное у меня свои принципы как один говорю у нас там все есть раньше когда 90-е годы было принципы все есть говорит но а которые в деревне кто-то принцем-то и вези меня вот смотрите вот сколько мешков вы теперь сегодня сегодня руками видишь вот она вот она каши вот такие большие перегнул прошел туда не идет на вот она опять заплата и мешки так как новенькие пошли 9 мешков вернул 9 вот смотрите уже можно считать 9 мешков покупать не надо не надо не надо деньги тратить не надо это один момент а вот скажите это было бы полезно передать опыт детям вот со школы я этого учил всегда детей ну это же полезно было тут у священников одного в российском масштабе в россии покажем это дело вот его звать арсений ну я не знаю в школе учиться или нет но небольшой пацаненок раз ты священник ребятишки прибежали арсений гвозди жует и ест а я дал маленькие гвоздики согнутые там и его обувь там щинят и они там гнито и они их бросают а наш человек там есть он собрал и теперь я дал им молотки и гвоздики чтобы они учились выправлять я подошел арсений говорят ты гвозди ешь а ну когда плюнь сюда он плюнул а он их за щекой держит расплюнул все гвозди больше не надо гвозди это деньги стоят а то ни жиру ни молока ничего не надо вот как говорит один человек алина попутно хотя может не в тему мальчик или девочки он говорит зубы то чистят а он смотрит никого не в рот берет и глотает да не может быть а она сладко это я когда узнал правда так я буду давайте у кого что есть чашку сливать и все отдадим одному пусть наездся досыта и больше никогда он не стал а другие прокопали пальцем сахар нет брали ты наказание какой я сразу сказал по полной кружке сахару не выйти застал пока не сидите они наялись больше теперь духу не надо выражать психиатрии это не просто так где в этом учились я природа учить господь первую очередь а потом вот это я взял в америке вот это в японии вот это в батимале вот это в австралии то есть я не придумываю ничего что дети не станали как раз и не пищать а он не встает тренировка большие палатки два на два метра военная раздеться одеться и утром чтобы соскать они соскакивают дежурный с холодной кружкой воды так они дети то какие все здоровы больного ни одного нету веселая радостная ибо казалось что забитые какие-то ничуть не бывало специально по березу проверено я не по березе лазят у меня ребятишки не один по милости божией не повредился как обезьяна лазит это я 45 лет директором этого лагеря был сам его создал и там все необычное было вот я по примеру говорю дети это видят все вот допустим мы пошли копать салутку салутку помыли положили ее продуло ветром теперь делить так половина лагерю принадлежит а половина сколько вот этот куча на пятерых вы делите между собой ну давайте видите я отошел я подойду выберу какую кучку две я выбрал так эта кучка больше так я ж говорил поровну я говорю так по новой давайте ну я же вижу какая больше я подхожу такая гляну и вижу взял так а теперь это больше еще один раз я больше не буду мерить сверили я взял вижу недовольное я свежего гороху нарвала вот этого за то что так хорошо смотрите во дорога идем все гвоздики стеколки все собираем попутно я объясняю мотоциклист не может видеть быстро а велосипедист проткнет берем лопату где-то под деревом закапываем одна девочка в туалете сбрасывала нарезанные белые бумажки было было так уже не первый раз я говорю давай вот сейчас вот взял газету алтайская правда я перенул раз два четыре перенул восемь шестнадцать тридцать два шестьдесят четыре еще раз сто двадцать восемь и все это изрезал а тут вышка рядом вот резь оттуда кидай ветром тебя хотят как падать а и метром-то разносит а тут кусты крапивы и она в этой крапиве их ищет а если не хоть одна потеряна будет обеда не будет а теперь как только нашла теперь тебе специальность же девочки вода с лопатой провожать за в спинарник туалет или вход запрещен так эти профессора тут приезжали откуда только не было живут но каждый раз за того удивляются ну как это я говорю я не знаю как не могу сказать вот в англии если в общежитии его нарушила разговаривать начало после сна два замещания решается общежитие а у него дежурные проходят разговаривают кто разговаривал друг друга не выдают там два этажа так выходите все одевайтесь комарок много а восемь человек а вот теперь поставить чтобы друг друга не видели в руки ну прутики это вас витопка вы охраняете в сердце как только успокоилась я каждому потихоньку их с лагеря забирает и пошел в стиль рассказывай как перепелка кричит показывай какие звезды ну носят там коростей там так они там утром я знаю расскажут так они готовы нарушить что чтобы их взяли с собой нельзя это дело делать не любя свое дело тут у меня один был такой знатный из миссионерского отдела да вы не знаете что это такое я говорю десять что ли взял человек неделю и два продержал они в разные стороны рассыпаются я не знаю как их собрать а надо чтобы купались это шести раз в день ни один не утонул выдавал свидетельство о купании один в этот день упал и закрещал свидетельство отобрали одна разночки целыми днями надо ну главное это не я это Володя там Виктор Николаевич Савченко выполнять да я был начальник и наказание было детям физическое если матерился я кладу на стол крапиву а он должен губами провести а он плачет тогда не надо мы выходим а все молятся никто не имеет права смотреть так скажи Валера тебе это как боюсь боится он смотри я эту жгучую крапиву беру у меня такие волдыри я не боюсь ну пошли снова а теперь когда он провел его жгут теперь беги бегом туда где вода и тебе будет легко и все дети как с них сходят не слушается ребенок он меня слушается я такие дела рассказываю как они надеют это наш это как его не знаю Саша или как это звать Паша он такой знаете он как что то заволнуется у него пена такая идет как у деда было я говорю еще ну как то льготнее я говорю ну сколько лет 9 8 лет еще пройдет сколько будет да это перед этим девчонкам он будет выглядеть как кто вы что делаете его жизнь то портите ну и теперь когда прижать и как отлично парить ни разу пена не идет и все как надо но спать любить невозможно лесенка на второй этаж вот так он на половину доходит уснул ухватился и спит как если медведь такой сонный там название у него какое то вот любое дело которое делаешь вот смотри рыбачим когда не рад никто со мной рыбачит выйти невозможно каждый день но зато словом мы все смотрим куда какое направление нас так до того интересно вот бывают приезжают сразу и удочки червей вчера тут червей было море я так примеру говорю а начали с мешком о ну чё я сделал делал это и радовался как вы будете смотреть девять мешков покупать не надо так ты вы когда где то что то будете делать такое мало делить заби меня вот барин не знал как гуся разделить у него два сына две дочери он говорит ну давай сыновья убегут да давай вот девочкам значит он отрезал крылышки то они все равно разберутся где то это крепость твоя в ногах ты хозяин голову отрубил а вот мотка где то сзади отрезала ну остальное уж как осталось некуда девать я пошел быстро домой вот это багаж ну до того скукота все богатство есть одни ребятишки ничего нету и каждый день смеются ночью вечером я посмотрю вот так они сидят отец сидит с ними вот так ноги раскинул на полу вот так на пол то сел а сын то оттуда кати горошинку ко мне а он кати ой 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 прокатилась у них больше ничего нет кроме горошинки а у них радость какая надо научиться ценить эту малость а она очень великая да я бедный такой так я узнал тут зрение у кого нет глаза продают ты продашь хоть добыча учитель дают много три тысячи за глаз нет ну и дальше там занос там где-то когда разобрались у них там тысячи ходящий золотой свитер а ты что говорил бедный ну не знал ты оцени сколько люди тратят денег на то чтобы заснуть заснуть мне за засон смотрели сколько сорок семь секунд самое большое ты довели себя так чтобы только заткнулся упал и забыл где ты есть вот вот я сегодня представь сколько так я то не сразу еще тут голубяна возили да поднимали там я не знаю сколько все у нас получилось наверное четыреста или сорок шесть банок по пять литров сорок шесть литров это банок по пять литров ого это мы все подняли ну вот так готовлю сейчас голубям второе голубяки сейчас я пойду к Лене поговорю насчет поездок а ты молодой меня там захвати для помидоров пойдем помидоры собирать ну что собирайте готовый труп все спасти Христос спасти Христос аллилуйя